Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Cruze 2010 года выпуска с двигателем 1.6 на механике. На этом автомобиле мы сегодня заменим задние тормозные колодки. Для этого мы поднимаем автомобиль и снимаем оба задних колеса. Дальше мы уже посмотрим, какие суппорта стоят, вкручивающие или просто отжимные. Поднимаем и смотрим. Подняли автомобиль, сняли колеса, откручиваем вот эти направляющие. Здесь ключик на 10. Снимаем цилиндр. Автомобиль на ручнике стоял. Сняли с ручного тормоза и теперь снимаем цилиндрик. Цилиндрик здесь скручивается. А почему перекошена колодка была? Когда устанавливали колодку, вот эти штырьки не попали вот в эти направляющие. Вот видно место, куда они упирались. От этого перекос колодки пошел. Колодка вот так вот износилась. Направляющие смажем, туго ходят. Колодки мы будем использовать фирмы Саншинг, SP1363. Снимаем вот эти пружинки и снимаем эту пружинку, чтобы почистить вот эти места. Так, почистим вот эти. Снимаем. 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 Устанавливаем на место пластинки. Устанавливаем на место колодки. С пескуном мы ставим вовнутрь, без пескуна мы ставим снаружи. Не забываем, вот эти направляющие у нас встают в центр. Оттягиваем резинку и вытаскиваем направляющие. Здесь кто-то литолом смазывал. Смазывал высокотемпературной смазкой. Вставляем ее и немножко покручиваем и заводим на место. Она задвигалась нормально. Также снимаем верхнюю. Тоже ее вытираем, она засохла. Смазку использую тойотовскую оригинальную. Продается в тубах 100 граммовых. Заказать можно в любом интернет-магазине. Цена порядка 800 рублей, где-то 800-900 в этих пределах. Сильно направляющие мягко ходят. Теперь берем, выворачиваем наш цилиндр. Для этого используем вот такую струбцину. Здесь получается она одновременно и вкручивает, и давит. Что нам позволяет топить цилиндрик. Лучше использовать еще ключ на 22. Заказать. все цилиндрик мы поршень ок мы утопили в цилиндр теперь мы вот эту выравниваем на поршне чтобы она у нас была параллельна и когда мы ее здесь заводим у нас вот этот профил встанет на этот штифт колодки и колодка уже перекашиваться не будет так и так так и и и и и и и и все эту сторону мы заменили аналогичным образом мы меняемся вторую сторону и не забываем когда опускаем автомобиль нажать на тормоза несколько раз чтобы у нас Суппорт прижал колодки На этом все Всего вам доброго